Один. Продолжение следует. 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 И членами нашей асоциации являются не только молоко заводы, но и сегодня вечером есть три молоко заводы из Чешской республики, но у нас тоже члены, distribуторы, технологические предприятия, председатели, упаковки, поставщики, компетирующих, у нас тоже профессиональные школы, университеты, канцертинованные и совместные кампании. В Чешской молочной асоциации также входят несколько индивидуальных членов. И сегодня у нас 38 членов. Что касается объемов производства молока в Чешской республике, мы – самая крупная асоциация, и наши члены покрывают более половины приблизительно 67% чешского молока. Что наше дело? Какая наша миссия? Основной миссией нашей асоциации является защита интересов своих членов, особенно в отношениях с органами государственных управлений, профессиональными упреждениями и также представления интересов чешских производителей молока в международных организациях. Мы члены Европейской асоциации в Брусселе и мы тоже члены международной молочной федерации IDF. Наша асоциация также активно работает в области образования, профессиональной подготовки, проведения курсов и различных профессиональных конференций. Она участвует в организации национальных выставок и конкурсов в молочной продукции. На прошлом месяце у нас был большой национальный конкурс по СЕРАМ, но и также представлен своим членам многие информационные услуги по вопросам состояния и развития молочного века. Что касается нашей программы, нашей компании, она, как я уже сказал, организована при поддержке Евросоюза и все продукты и изделия производятся в Евросоюзе, но в этом случае в Чешской Республике, которая создала полностью согласанную с системой качества для их производства. Самым главным фундаментальным принципом для всех наших производителей, для наших молокозаводов, которые здесь, является строгий контрол качества и безопасности продукции. И контрол, куда владельцы потребители по всех странах, куда поставляется эта продукция. И эту систему, покрывающую весь процесс, частью называют из поля на спу. Теперь я хочу представить три группы продуктов, которые мы представим для русского рынка в контексте этой рекламной кампании. Прежде всего, это сливочный крем. Потом группа йогуртов и сливочных йогуртов. И третья группа творог и продукты, изделия из творога, дезерти творожные кремы. Что касается нашего сливочного крема. Чешский сливочный крем – это очень интересный, очень уникальный, традициональный уже продукт, который является вкусной альтернативой традициональному сливочному маслу. Это медьмасло, это крем, но только из молочного жира. Этот продукт был разработан чешскими производителями сорок лет назад, и процесс его производства был запатентован. В Боемии, Чешской республике, сорок лет назад до Чехословакии, и потом в Соединенных Штатах Америки. Он производится на основе сметаны, сливок и сухого молока. Обязательно молочный, натуральный продукт. И он содержит только 33% молочного жира. У масла более 80%, здесь 33% – это низкоэнергетический продукт. Очень здравый, но опять, как я сказал, молочный продукт. Он имеет свежий вкус сливок, сметаны и нежную конзистенцию, что делает его удобным для намазания даже охлаждения. И у нас многие вкусы, многие варианты этого продукта. Он обязательно современный молочный продукт облагает полезными свойствами для человека. Другий продукт не надо представить. Все знают йогурт, традиционный молочный продукт, история которого уходит в глубокую древность. Йогурт является чрезвычным серым продуктом питания. И вы знаете, что частое потребление йогурта и других кисловлечных продуктов является одной из причин известного долголетия жителей Ближнего Востока и Балкана. В связи с рекомендациями диетологов, каждый взрослый человек должен ниже дневность едать от двух до трех порций молочных продуктов, среди которых часто выделяют йогурт. Основной причиной этого является высокое содержание высококачественного белка, молочного кальция и также минимальное содержание молочного cukра лактозы, которое устраняется при помощи заказовых микроорганизмов. Йогурт становится прекрасной alternативой для людей, страдающей метаболическим синдромом расстройством, так называемым непорастимость от лактозы. И здесь студии, которые это сказали. И наша последняя группа – это группа творожная, сделанная с творога как сыра. Что касается творожного крема, он сделается из творога. Творог – опять традициональный молочный продукт, который употребляется людьми на протяжении веков. Это очень ценный продукт, который при соответствующем приготовлении в сочетании с другими ингредиентами становится питательной и богатой частью нашей диеты. Белки содержаются в твороге, усваиваются очень легко. Благодаря минскому содержанию опять лактозы, он может быть применимым для людей, страдающих от так называемой непоносимости лактозы и для людей, страдающих от диабета. Творог – это универсальный продукт, универсальный ингредиент, поскольку он может быть изготовлен как в соленом, так и в сладком варианте. И другие изделия из творога – это творожные дезерты. Существует бесконечное разнообразие его вкусов. Мы представили на выставке четыре различных вкусов, но у нас более много этих продуктов. Сладкий, взбитый творожный дезерт является традициональным, свежим продуктом, который сочетает в себе питательную ценность творога и энергетическую ценность и вкус сметаны. Продукт производится несколькими вкусами – ванил, шоколад, клубника и также популярной и модной сегодня его версией с живой пробитической бактерией и клетчаткой, которые стимулируют развитие микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Этот эффект снижает развитие болезно-творных бактерий и повышает иммунитет. Опять студия, которые это сказали. Дорогие гости, попробуйте сегодня эти чешские молочные продукты и оцените их высокого качества. Изделия готовы для русского рынка. Большое вам за ваше внимание. Доктор Кобачик, который занимается производством этих молочных продуктов, а вот сейчас у нас продолжит тему, которую уже доктор Кобачик начал, о здоровых качествах этих продуктов доктор-диетолог Елена Позовкова. Спасибо. Позвольте поприветствовать всех присутствующих. И мой рассказ будет кратким. Почти все было сказано. Благодарю из первого источника. И тему, которую мне хотелось бы сегодня затронуть, это роль молочных продуктов в нашей жизни. И с ними связаны некоторые мифы и есть все-таки реальность, в которой мы сейчас живем. И первый вопрос, на который бы мне очень хотелось, чтобы все ответили для себя сейчас, а потом и я вслух. Все ли молочные продукты полезны? И ответ на этот вопрос положительный может быть только в одном случае, если перед вами на столе стоит продукт натуральный. Натура – это природа, то есть свойственный нашим клеткам, нашим тканям и способный нас питать, взращивать. И я бы добавила сюда еще одно. Он должен быть современным. Потому что прошло уже много-много времени, и люди изменялись, и природа менялась. И когда наука сливалась с производством, должно рождаться нечто научное, современное и природное. Есть определенные нормы потребления молочных продуктов. И могу констатировать, что в нашей стране ситуация не такая радужная, как хотелось бы. Поэтому этот рынок стоит завоевывать, этот рынок стоит развивать. А нам с вами, как людям, которые употребляют молочные продукты, я надеюсь, что все, нужно задуматься над тем фактом, что, например, употребление йогурта в России – это 3-5 килограмм. А, например, в Финляндии – это 35 килограмм в год. И эти цифры, с одной стороны, в общем-то, ни о чем не говорят, но с другой стороны, они говорят нам о том, что мы едим очень мало кисломолочных продуктов. Посмотрите, норма употребления – это действительно 2-3 дозы в день. А максимальное употребление творога – это в среднем 200 грамм. Это не так много. Поэтому, в принципе, это те продукты, которые могут храниться долго в холодильнике, но относительно долго. То есть ими можно запастись и как-то регулировать свое употребление, в общем-то, с учетом наших норм. Теперь пару слов о йогурте. О нем было сказано много. Это продукт действительно уникальный. И я бы хотела, чтобы вы запомнили для себя и передали детям, передали своим близким и тем людям, которые вам дороги, что йогурт – это лекарство. Если вы абсолютно здоровый человек, то йогурт – это профилактика всех заболеваний. Это действительно доказанный факт, это не миф. Это научный факт, что йогурт является профилактикой раковых болезней, заболеваний сердца. И в разных странах он назывался в древности по-разному. Вы даже не поймете корень слова, который говорит о том, что перед вами йогурт. Но, тем не менее, это научный был первый эксперимент, когда было доказано, что йогурт является собой просто уникальный лечебный продукт. И вам наверняка в связи с йогуртом встречались семена мечников, гортиев – это те люди, которые положили очень много времени, чтобы доказать значимость йогурта в нашей жизни. Могу вам сказать со всей ответственностью, что йогурт, когда попадает в желудочно-кишечный тракт, благодаря тому, что содержит натуральные вещества, лактопацилиус булгарикус и стрептокопус – официальные вещества, которые добавляются в йогурт, без этого йогурта не было бы йогуртом. И благодаря вот этой консистенции йогурта, стенка кишечника как бы обволакивается, и получается очень нежное соприкосновение. И поскольку доказано, что желудочно-кишечный тракт – это наш висцеральный мозг, то когда вы употребляете йогурт регулярно, скорее всего, вы будете принимать все ваши жизненные решения правильно. Поэтому употребляйте йогурт хотя бы с той точки зрения, что вы будете жить, мыслить и действовать правильно. Теперь творог. Это действительно единственный продукт, который бы мне хотелось посоветовать есть всегда, везде, без всяких рекомендаций времени приема. Поэтому в этом уникальность творога. И если я сказала йогурт – это лекарство или профилактика, то творог – это друг, подруга, брат. Это тот продукт, который обладает очень хорошими питательными свойствами. Прекрасно белок, молочный усваивается в нашем организме, и он содержит такие нужные нам витамины, которые укрепляют кости. Причем в состоянии укрепить это не только витамин Д, но там содержится еще и фосфор. А там, где вы видите кальций – это то вещество, которое не только для костей усваивается нашим организмом, но помните еще, и сердце работает тоже благодаря кальции. Ну и теперь мой любимец – сливочный крем. Это действительно продукт, который я открыла для себя. И я хочу вам сказать, что это альтернатива маслу. Да, безусловно. Я хочу сказать, что действительно этот продукт неизвестен диетологам и неизвестен потребителям вот так широко. И может использоваться как альтернатива. И действительно, 33% и калорийность 300 – это фантастика. Потому что вы используете этот продукт, вы можете его употреблять множество вкусов, гарантирует вам разнообразие вкусов каждый день. Но здесь, конечно, есть некая ловушка. Его нужно буквально чайную ложечку. Немного. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только натуральные продукты могут считаться на столе человеческими, природными. Все остальное требует некой доработки или осторожности. И хочу вам сказать, что теперь, если вы придете на прием в диетологу, будет звучать рекомендация определенной компании. Потому что мы столкнулись с тем, что нужно залезать на сайт, смотреть сертификаты продуктов. Потому что есть подделки, есть недобросовестные производители. Поэтому будьте любопытными. Залезайте, смотрите, какие сертификаты вам дает производитель. Здесь есть потрясающие сертификаты, 4 штуки, в том числе GPP сертификаты. Спасибо вам за документ. Спасибо вам за здоровье. АПЛОДИСМЕНТЫ В России 3,5 килограмм, да? А вот доктор Копачик в Чехии 16 килограмм. АПЛОДИСМЕНТЫ ОКОНОМ, многие другие кулинарные периодические издания и прекрасные кулинарные книги. Спасибо. Добрый вечер. Я представляю издательский дом Bonier Publications. Буквально пару слов о самом издательском доме. Это шведская компания. Мало кто знает, что это семейный бизнес. Ему более 100 лет. И представлена компания в 16 странах мира. В России выбраны были два города, это Санкт-Петербург и Москва. В Санкт-Петербурге выпускается газета «Деловой Петербург», и с недавнего времени нам принадлежит портал фонтанка.ру. И, конечно, поговорим про Москву. Здесь у нас выпускается пять журналов. Это «Гастроном», «Коррекция рецептов», «Школа гастронома», журнал «Жинские секреты» и журнал «Садовник». И два портала, это «Гастроном.ру» и «Суперсадовник». Ну и, конечно, хотелось бы перейти тогда к нашей гастрономической теме. Потому что я не зря представляю здесь создательский дом «Бонни Рубликейшнс», так как мы имеем самое большое количество гастрономических площадок на рынке. То есть это журнал «Гастронома», это журнал «Школа гастронома», это журнал «Коллекция рецептов», «Кулинарная студия гастроном», интернет-портал «Гастроном.ру», кулинарные книги, которые мы выпускаем периодически, и, конечно же, это электронная версия «Гастроном» на iPad или Android. И сейчас хотела вас познакомить с возможностью каждой из площадок. Ну, во-первых, конечно, естественно, это журнал «Гастронома», это бренд, это лидирующее издание на рынке. Что возможно для собственных партнеров, что мы делаем? То есть мы разрабатываем имидж, мы производим макеты, мы, соответственно, размещаем информацию о рекламодателе в журнале и тематически интегрируем рекламные рецепты и редакционные контенты. Приложение «Гастроном» на iPad, ему у нас уже три года, он повторяет версию журнала «Гастроном». Вот, соответственно, там можно размещать те же рекламные макеты и дальше-таки некий интерактив, это флешлэнты рецептов, это видеорецепты и переходы на сайт клиента. Потом, если вам интересно, расскажу, сколько скачут. Журналы «Коллекция рецептов» и «Школа гастрономов». То есть у нас очень потребители их любят за то, что по ним действительно очень легко и удобно готовить, потому что все показано пошагово. Здесь для партнеров мы предлагаем спонсорство рецепта, то есть мы разрабатываем специальный рецепт под клиента и снимаем с продуктом рекламодателя. То есть получается очень интересно, получается, во-первых, понятно, в какой момент данный продукт можно использовать, но и неким образом это притягивает внимание к данному продукту. Также портал «Гастроном.ру». То есть здесь мы тоже сталкиваемся с интерактивными и контентными спецпроектами. Мы делаем конкурсы, мы делаем викторины, мы производим, даже делаем субсайты для наших партнеров. И, конечно, имея такое количество площадок, естественно, мы проводим кросс-проекты для партнеров. То есть вот на данном случае можно показать, вот в данном случае показываем на примере компании «Невские сыры», которая продвигала недавно свой продукт новый. Это сыр «Сертаки» вместе с упаковкой специи для актридического салата. То есть неким образом привлекалось внимание в ритейле к акции на упаковке клиента. Затем, собственно, проводилась сама викторина на гастрономе. И затем проводилась с победителями викторины, проводилось оффлайн-грабприятие на нашей площадке кулинарной студии, где, собственно, определился главный победитель, который уже скоро поедет в Грецию. И, конечно, у нас такой мощный аутсорсинг. Мы делаем фотосъемку для рекламных макетов, для постматериалов и, собственно, производим любые рекламные брошюры, каталоги и так далее. И раз уж я заговорила про площадки кулинарные, то, конечно, наша востребованная площадка – это кулинарная школа «Костроном», где проводятся мастер-классы на постоянной основе для всех желающих и проводятся корпоративные мероприятия для наших партнеров. И, собственно, мы также ее сдаем в аренду нашим партнерам. И снова возвращаясь к сетям ритейл, мы предоставляем такую услугу, как выездной мастер-класс. То есть на площадках ритейла мы устраиваем какие-то презентации и кулинарные шоу. И также, не зря я здесь поставила, каким журнал «Гастроном рекомендует», потому что очень приятная такая стала традиция с прошлого года, то, что наш торговый знак, журнал «Гастроном» и портал «Гастроном.ру» наши партнеры стали использовать в качестве рекомендации. То есть вы можете сейчас увидеть журнал «Гастроном» на ярлычке на масле «Идеал» уже в продаже. Скоро вы увидите на воплерах, где продаются губки «Скотч Прайд». И, собственно, журнал «Гастроном.ру» скоро будет выпускаться на масле «Альтера», то есть на сумме упаковки. Это очень радует и очень приятно, что наша рекомендация – это важное оружие в плане продвижения на ритейле и продажах. И журнал «Гастроном.ру» рекомендует, команда «Гастроном.ру» рекомендует. Покупайте качественные продукты, готовьте по нашим рецептам и живите со вкусом. Спасибо. И не уйти от ответственности. Так что Андрей Овчарок нам сейчас как раз расскажет про эту программу. Добрый вечер, господа. Рады приветствовать вас сегодня в этом зале. Разрешите поприветствовать вас от имени компании «Европейские качественные европейские молочные продукты», которая инициирована Чешско-Марадской молочной ассоциацией и поддерживается Министерством сельского хозяйства Чехии и Европейской комиссией. Этот проект продвигает, как уже говорил наш коллега, председатель Чешско-Марадской молочной ассоциации, четыре основных группы, четыре продукта, традиционных молочных продуктов для Чешской республики. Это сливочный крем, йогурт, творожный крем и творожный десерт. Эта компания продвигает эти же продукты, о которых я делаю, в двух странах, в Российской Федерации, в Украине, в самых больших столичных городах, в Москве, в Петербурге, в Гиле. Каким образом мы это делаем? Это четыре больших компонента. Это информационная компания, состоящая из печатных и электронных материалов, промо-компания, рекламная компания и пиар-компания. Так вот, информационная компания – это те печатные материалы, которые у вас в подарочных пакетах, в котором есть и прошура, баннеры рядом со мной, и подарки, подарочные наборы – это Matchbox, в который вы можете сделать себе бутерброд, намазав помазанковое масло, либо творожный крем вандава, либо те продукты, которые мы можем сегодня вас угощать. Ну и в то время, когда вы будете это готовить, можете одевать смело фартук и пользоваться кухонным полотенцем. Электронные средства информационной компании довольно важны в продвижении продуктов питания, тем более молочных продуктов. у нас есть страничка и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере, и видеоканал на Ютубе, поэтому можете страниц со нашими друзьями, как минимум на Фейсбуке. Мы участвуем в выставках, мы уже участвовали в выставке «Питерфуд», сейчас участвуем на выставке «Продэкспо». Все, кто еще не посетил «Продэкспо», приглашаются еще завтра, последний день выставки, приходите в павильон форум, стенд FF-115. Мы будем рады вас угостить йогуртами и десертами, те, которые вы сегодня не успеете попробовать. В марте мы будем участвовать в салоне сыра, либо молочно-мясная индустрия, выставка «Молочно-мясная индустрия», и в октябре участвуем в НИИ, в World Food Ukraine. Эти все четыре выставки, повторяющиеся на протяжении трех лет, на протяжении всего проекта, протяженности всего проекта. Кроме этого, мы будем проводить дегустации в супермаркетах, в больших сетях, либо в торговых центрах, поэтому не стесняйтесь, когда вы увидите стенд со знакомым логотипом, подходите и говорите, что вот вы были на презентации, и вам положено попробовать чешские молочные продукты. Рекламная кампания, которая уже началась, это рекламная кампания наружная и в печати. В печати мы сотрудничали с изданием «Гастроном», поэтому мы, собственно говоря, как информационные партнеры сотрудничаем. Кроме этого, размещаем наружную рекламу на счетах и остановках, поэтому если будете ехать домой сегодня, вы увидите вот такие вот щиты и остановки, то не стесняйтесь, фотографируйте. Вы сегодня уже узнали, что это. Кроме этого, мы будем организовать поездки на предприятия, на производство этих чудесных продуктов, поэтому кто из вас заинтересован в этом, отправляйте свои контакты, свои запросы о том, что вам интересна такая поездка, на электронный адрес, который расположен на последней страничке брошюры. Это письмо лично прочитает Ирша Копачев и лично вам ответит, постарается на русском языке. И мы планируем организовать несколько таких поездок из Киева, Санкт-Петербурга и Москвы в Чешскую республику. Кроме этого, мы планируем организовать несколько кулинарных школ, кулинарных мастер-классов, презентаций этого продукта. Таким образом, мы пытаемся внедрить чешские молочные продукты в российскую традиционную кухню, попытаемся приготовить какой-то сырник, либо творожные пироги какие-то, но попытаемся внедрить его в славянскую, украинскую кухню, для того, чтобы это было ближе к нам. То есть мы, грубо говоря, ничего не импортируем, мы просто внедряем чешские продукты в нашу кухню. Вот, собственно, у меня все кратко о том, как будет проходить эта кампания. Если у вас какие-то возникнут вопросы, буду рад вам ответить в перерыве, который будет буквально через несколько выступлений после меня. Мы вас всех пригласим в фойе зала Владимир продегустировать вкуснейшее блюдо, приготовленное отельом Валчу, с использованием наших творожных десертов, сливочных кремов и йогуртов. Спасибо за внимание. Андрей как раз закончил свое выступление словами о внедрении этих продуктов на наш рынок. Сейчас мы попросим Оксану Мазареву, представляющую компанию «Бизнес-Альянс». Как раз эта компания уже много лет занимается внедрением молочных продуктов на российский рынок. Так что послушаем. Добрый день. Я прежде всего хочу поблагодарить участников данного мероприятия за то, что меня представители компании «Бизнес-Альянс» пригласили и есть возможность поделиться опытом внедрения молочных продуктов и дистрибьюции молочных продуктов европейского производства на российском рынке. Мы достаточно давно уже занимаемся развитием европейских молочных продуктов, больше 10 лет, с 2003 года. И по сравнению с тем, что было тогда, ситуация на данный момент во всех отношениях значительно изменилась. Если тогда для того, чтобы найти интересный продукт, приходилось поехать на одну из европейских выставок, то сейчас производители либо приезжают сами и предлагают свою продукцию, либо посредством того же самого интернета можно оперативно найти то, что интересно и то, что по нашим ощущениям, по нашей аналитике будет пользоваться спросом на российском рынке. Идея нашей компании заключается в том, чтобы предложить россиянам продукт аутентичный для той страны, откуда мы его привозим. Аутентичный, то есть продукт такой, который не имеет аналогов и не производится нигде больше, кроме как в той стране, откуда, повторюсь, мы его привозим. Европа богата такого рода продуктами и еще остается то, что не представлено на российском рынке. Прежде чем принять решение о том, что мы начинаем заниматься каким-либо продуктом, нужно, естественно, проанализировать рынок, проанализировать, каков тренд развития рынка и что будет востребовано, чего не хватает рынку на данный момент. То есть провести некую аналитическую работу. Следующим этапом является необходимый момент проверить, какие компании, производящие данный продукт, аккредитованы нашим российским ветеринарным департаментом. Это проза жизни и привести, импортировать мы можем только тот продукт, производитель которого аккредитован на российском рынке. Процесс непрост, но тем не менее, если компания не аккредитована, получить аккредитацию, пройдя через инспекцию Россельхознадзора, предоставив тесты, проведя лабораторные тесты, удовлетворив потребностям, удовлетворив нормам нашей ветеринарии, нашим ветеринарным нормам, получить разрешение возможно. Без него говорить о начале работы, о начале сотрудничества не приходится. Ну, предположим, аккредитация есть, предположим, аналитика показывает, что продукт производителя рынку будет интересен, и мы решаем начать сотрудничество. Решаем начать сотрудничество. Смотрим ассортимент компании, выбираем то, что нам будет интересно. Это может быть как полный ассортимент, так и какие-то отдельные продукции. продукты. Ну, чаще всего, если мы выходим с определенным брендом на рынок, то мы представляем ассортимент по максимуму, то есть достаточно широкий. Назову некоторые критерии, по которым продукт может быть интересен рынку. Первое – отсутствие аналогов данного продукта на рынке. И второе – это ситуация, при которой аналоги есть, но рынок не насыщен такого рода продуктами. То есть, продукт настолько востребован, что представить его можно в разных брендах от разных производителей, и он будет продаваться. То есть, два основных варианта либо продукта нет вообще, либо он есть, но рынок еще не насыщен. Важный момент – момент логистики продукции, которая определяется во многом сроками годности того продукта, который мы собираемся, дистрибуцией, которым мы собираемся заниматься. Срок годности, он определяет время, которое мы оставляем, которое мы отдаем на путь этой продукции от производителя до полки в магазине. И если мы говорим о свежего рода продуктах, срок годности которых бывает и две недели, может быть чуть больше, то выбор у нас небольшой. Это авиадоставка, авиалогистика, которая, надо понимать, сразу делает финальную цену продукта достаточно намного выше, чем она есть первоначально. Я сейчас не говорю о таких вещах, как таможенные пошлины и стоимости непосредственной транспортировки. А вот именно выбор средства транспортного самолета, и это единственная возможная опция в случае короткого срока, но она сразу же делает продукт намного дороже. Какие еще варианты? Это автомобильный транспорт, морской транспорт, если позволяет страна производителя, если позволяют сроки годности воспользоваться последней опцией. Следующее, о чем хотелось бы сказать, это о продвижении продукта. И здесь, наверное, основное, о чем стоит упомянуть, это о тесном взаимодействии производителя и дистрибьютора в процессе продвижения. О том, какие варианты продвижения. Это участие в выставках, организация совместных стендов. Допустим, сейчас одна из двух основных московских выставок международных проходит, это продэкспо, и вторая – олдфуд, которая проходит в сентябре. Так вот, если стенд организован дистрибьютором и производителем совместно, то это очень и очень большой плюс, потому что можно акцентировать внимание именно на продукте этого производителя и представить его максимально широко и эффективно как для профессионального закупщика, так и для финального покупателя. Следующий инструмент продвижения – это проведение мастер-классов и дегустации, как на профессиональных площадках, так и на непрофессиональных площадках, коими являются магазины в первую очередь, магазины и супермаркеты. Печатные материалы, реклама в журналах, в профильных журналах, в профессиональных журналах и в журналах, нацеленных на финального потребителя в популярных журналах. Конечно, одна реклама от другой резко отличается по форме, по содержанию. И присутствовать реклама должна и в одного рода изданиях, и в другого рода изданиях. И тогда это будет эффективное продвижение. Еще раз хотелось бы сказать о необходимости сотрудничества производителя с дистрибьютором на всех этапах представления вывода продукта на рынок и дальнейшего его продвижения. Что можно пожелать тем, кто собирается начать экспорт своей продукции, тем производителям, которые собираются начать экспорт своей продукции, это найти хорошего долгосрочного партнера на рынке и начать работать. Мне кажется, чешские продукты, которые представляет этот проект, будут интересны, потому что они, в общем-то, наверное, некоторые из них аналогов не имеют на российском рынке. Наверное, это все, что я хотела сказать. Спасибо. Ну а теперь слово кулинарам. Слово имеет президент Ассоциации кулинаров России Виктор Валич Бедаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! Сразу хочется сказать большое человеческое спасибо Николаю Андреевичу Боратову за то, что он нас сегодня здесь собрал. АПЛОДИСМЕНТЫ Мало того, мы отделились отдельными квартирами, домами, своим семейным очагом, еще к нему прирос интернет, все уселись в интернете, поздравляем, списываемся, живем виртуальной жизнью. И как приятно, когда не виртуальная, а настоящая сегодня встреча хороших, замечательных людей. Поэтому я приветствую зарубежных гостей, которых мы очень хорошо знаем, и сегодня благодарны, что они вместе с нами. Я приветствую моих коллег Московского Ассоциации кулинаров Тамару Николаевичу Шарову, почетного президента Номофилу Наталью Ивановну Российской Ассоциации кулинаров, Седову Наталью Николаевну, Мезинову Веру Алексеевну, которая есть пример той советской торговли и производства того Советского Союза, именно и в том числе и молочной продукции. Ефимова Анатолия Дмитриевича профессора Плехановской академии. И многих-многих здесь друзей, которых я сегодня вижу, мне приятно вас видеть. Вы знаете, если бы сегодня зашел разговор о Зимбавве, да, я думаю, может быть и я, и вы бы задумались на нас уговаривать. Работать и дружить с чешскими друзьями, это то же самое, как научить 50-летию человека кушать и есть, да. Вы знаете, сегодня, наверное, пришло время, когда нам, людям вот нашего возраста, да, надо уже вот в эти ряды сажать молодых ребят, чтобы они учились той дружбе, которая была, есть и остается с чешским народом. Она давно зародилась, и не только во время Великой Отечественной войны. И она была, есть и будет. Я почему говорю про молодежь? Потому что любые происки сегодняшних грязных политиков, переделать историю, сравнять с землей памятники и так далее и тому подобное, это никогда не пройдет. Потому что вот те узы дружбы, которые были, есть и будут, это вне политики. И сегодня я очень рад, что мы присутствуем на такой прекрасной презентации, потому что я помню те времена, когда чешские коллеги приезжали на наши молочные заводы и учились у нас варить мечниковскую зряженку. Помните эту баночку? Замечательную, да? То же дело сметану. Да, к сожалению, у России были не лучшие времена, когда мы немножечко подстали. И сейчас, естественно, качество молочной продукции желает быть лучше. Так же качество, как и другой продукции. Но мы будем всегда оптимистами, мы всегда и были, и наши предки были оптимистами, поэтому мы всегда впереди планеты. В России так и должно быть. И я считаю, что вот сегодняшняя встреча, она уникальна тем, что надо не только продвигать продукцию, да, но и учиться друг у друга. Готовить хорошую продукцию молочную для людей. Потому что молоко – это превыше всего. Еще пирогов великий говорит. Хотите жить долго? Хотя бы стакан молока в день. Мы знаем вашу продукцию очень хорошо. И я бы так сказал, что она даже отличается на порядке от других стран. Я скажу почему. Потому что мы неоднократно были в вашей стране и знаем, что не только молочная продукция там хорошего качества. Там многие, большинство продуктов очень хорошего качества. Это зависит от людей, которые живут в этой стране, и любят свою страну, и любят свой народ, и любят готовить для людей, в том числе и молочной продукции. Я бы хотел, чтобы вот эта встреча зародила именно вот эти отношения. Чтобы мы передавали, учились друг у друга готовить именно настоящую продукцию, да, которая достойна на сегодняшний день нашего молодого поколения. Мы с обыскателем Калашниковым, я его тоже очень сегодня приветствую, что мы здесь в Госдуме беседовали на эту тему. Потому что Российская ассоциация кулинаров сейчас в трех регионах ведет, ну, пока мы ведем теоретические переговоры о школьном питании, вы знаете, что у нас творится о школьном питании. И вы знаете, что молочные продукты, молочно-кисловые продукты это основа основ для детей до 12-летнего возраста, да. Вот, поэтому надо не только продвигать продукцию, но еще и объединяться тем специалистам, которые работают на этом попричне, учиться друг у друга. Такое хорошее это дело приезжать друг к другу, учить друг друга, потому что учиться никогда не поздно. Поэтому я очень благодарен и чешским друзьям, и всем коллегам, которые здесь есть, потому что я вижу и производителей молочной продукции, и коллег по кулинарии. Вот такой хороший тенден, понимаете. Люди здесь все заинтересованы. Российская ассоциация – это большое общество профессионалов, специалистов своего дела, и мы готовы продвигать вашу продукцию и в регионах России, потому что у нас проходит очень большое количество фестивалей, чемпионатов, выставок, мастер-классов с применением разных продуктов, в том числе, естественно, и молочной продукции. Спасибо вам, что вы организовали эту встречу. Я желаю всем добра, здоровья и только дружбы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, в Чехии есть очень хороший поговорок о том, что длинные колбасы – они лучше длинных речей. В России тоже есть хороший поговорок, что салавья баснями не кормят. Поэтому, дорогие друзья, мы предлагаем вам сейчас попробовать прекрасное, очень интересное блюдо. Это не только сами по себе молочные продукты, но повара Балченко и Кемпински постарались и приготовили с использованием этих прекрасных молочных продуктов очень интересные блюда, самые разнообразные. Так что милости просим, приятного аппетита, добрую хуцину. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.